Настрой, как всегда, боевой, позитивный Я очень все-таки надеюсь, что этот шелковый путь будет для меня удачным Без неприятностей и всяких таких нехороших приключений, как было до этого Все-таки 13 выпуск шелкового пути Хотелось бы надеяться, что здесь цифра 13 сыграет на позитив Самое тяжелое в ралли-рейдах – это ожидание старта А вот эти все проверки, тесты, хождение туда-сюда Торжественный старт, суматоха, зрители И завтра мы стартуем уже все первый боевой спецучасток Он будет небольшой, 142 километра Слово министру иностранственной области! Дорогие друзья, огромное спасибо за возможность присутствовать на этом фантастическом мероприятии На этой встрече, которая знаменует проводы Проводы мужественных людей, не только мужчин, но и женщин, которые в этой гонке будут участвовать По маршруту, который является древнейшей дорогой, связавшей всю нашу огромную Евразию Связавшей территории, людей, их судьбы, традиции, культуры, языки, религии И то, что уже в 13-й раз, если я не ошибаюсь, это ралли Берет сегодня старт в Казани Говорит о том, насколько важно для всех наших соседей Всех тех, кто живет на этом огромном меразийском континенте Ощущать сопричастность к общему делу К общей судьбе, тем более через спорт, который, как вы знаете, обязан быть вне политики Как бы ни старались некоторые спортивные, околоспортивные деятели пытаться его политизировать И который сближает людей через естественное ощущение честного состязания Желаю всем участникам удачи, побед и только так! Спасибо! Благодарим вас, Сергей Викторович! Добрый день! Казань! Для нас большая честь Сегодня 23 страны 98 экипажи начинают старт Ралли «Шелковый путь» И, конечно же, для нашей республики Это очень важно Республика у нас автомобильная Я хотел бы поблагодарить участников этого ралли за то, что они принимают участие Гостей нашего праздника То, что вот мы даем старт сегодня нашим экипажам Ну и нашим казанцам То, что вы так тепло принимаете наших гостей Добрый путь, аэрли Сааста! Казань по праву считается столицей спорта России И сегодня мы все это увидели Здорово! Браво, Казань! Я хочу благодарить группу компании «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера Он всегда поддерживает спорт И мы все ему за это благодарны Поглагодарить руководителей регионов, по которым мы поедем Они все нас ждут Они все проделали большую подготовительную работу В добрый путь, шелковый путь! АПЛОДИСМЕНТЫ Машина BMW X5 Владимир Васильев И Олег Куперенко! Итак, друзья мои, Владимир Васильев Обладатель Кубков Мира по ралли-рейдам и пахам Который не раз становился чемпионом России Выступал в крупнейших гонках мира И на всех континентах планеты был одним из лидеров На свой седьмой шелковый путь Владимир Васильев Выходит со штурманом Олега Муберенко! Этот дуэт в начале мая завоевал первое место Коварда Ковас-Мастер! Категория Кейкер! Грузовики! Дмитрий Сосинько! Руслан Ахмадин! Ильгиз Ахмадин! Приветствуйте, друзья! Дмитрий Сотников! Живая легенда нашей гонки! Единственный пилот, который побеждал на ралли шелковый путь четыре раза Вместе с Дмитрием в экипаже выступит штурман Руслан Ахмадеев! На счету которого три победы нашел в вам пути и механик Ильгиз Ахмедзенов! Ильгиз Ахмедзенов! Именно в таком составе экипажа выиграл гонку прошлого года! Всем в сборе! Умышлассы с Геони Гитляр! Вам аплодируют всех, кто на вас смотрит! Слышьте как громко! В категории мото! Команда тройка тим Вячеслав Пащенко! Итак, Вячеслав Пащенко! Опытнейший мото-гонщик, который уже много лет наступает как в российских, так и в мировых состязаниях Более того, Вячеслав благодаря своему опыту помогает развивать мотоциклетные гонки в России и вдохновляет своим примером новичков! Успехов! И пусть эти аплодисменты будут хотя бы маленькой, но поддержкой от зрителя! Раз, два, три! Анастасия Нифонтова и Екатерина Жаданова! Девочки! Девочки, вы слышите как вас приветствуют в Казань! Анастасия, мастер спорта международного класса по мотоспорту и чемпион мира в биф по кросс-кадре ралли, в то время как ее штурман Екатерина, чемпион Европы по ралли-рейдам среди женщин и многократная победительница соревнований на мотоциклах. А этой зимой, между прочим, Екатерина также стала участницей первого в истории ралли-рейда на снегоходах «Снежная тропа». Давайте пожелаем удачи спортсменкам и их автомобилю, который называется «Крош». G-Drive Racing называется команда Роман Русинов и Дмитрий Охотников! Один из самых известных в мире российских пилотов. Русинов уже более, уже почти 20 лет выступает в долгах на выносливость. Он побеждал на этапах чемпионатов мира и Европы и при этом является руководителем команды G-Drive Racing, одного из мировых лидеров в своей категории. В качестве штурмана в экипаже Романа выступит Дмитрий Охотников! Специалист с большим опытом работы с самой разной техникой. Русинов впервые попробовал себя в ралли-рейдах всего пару месяцев назад и ралли-шоковый путь станет для Романа первым с той крупным испытанием в новой дисциплине. «Алта шла»! «Алта шла»! «Под Bruкянский экипаж». Настя Нейфунтова из Москвы, два раза за Москву, за Москву, да, интернационалист, но все-таки родной город, у нее есть что, вон девушка, правда? Девчонки, давайте. Как он называет вот эту команду? Какую? Вот команду, которую ты здесь знаешь, как ее называешь? G-Drive Racing. Ну-ка-ну-ка, еще раз. G-Drive Racing. Как? G-Drive. 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 G. G. G-Drive. G-Drive. Всем привет. Мы приехали на первый день ралли «Шелковый путь». Прекрасная погода, прекрасный день тестов. Это начало, я думаю, очень крутого приключения. Ну, реально, более 5500 километров по России, финиш в Москве на Красной площади. Но это реально топовое мировое спортивное событие. Г-Drive. 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 Чтобы тебе правильно сидеть, тебя надо поднять целиком, но ты этого не хочешь. А как хочешь поднять? Вот так. Г-Drive. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok D-L-D ушел Хорошо Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 прыжков и все это проходит на скорости 130 140 километров в час поэтому обычно автомобиль просто нас его это не выдержит привет и и и и и и и и Мы едем, едем, вот там, видишь, подсолдыхи, вот там, подсолдыхи, ну, такое поле, видишь, оно не это, ну, видимо, какой-то остатки самосева или чего-то, потому что оно такое, видишь, полудикое. И вот, нас везли подсолдыхом с ромашками, как настоящих девчонок. Потом у нас, а, и у нас там болтался кардан. Ну, мы думаем потихоньку, потом мы выехали на нормальную дорогу, и они вроде хотят побыстрее, потому что там кардан этот, ну, бултыхается. И мы такие, мужики, стоять, Катя на глазах, у нас что-то трех мужиков с дорог. Так, давай, мигай, коверт. Я говорю, так, давай, сюда, 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 кардан. Они такие, девчонки такие, мужики, поехали дальше. КОНЕЦ 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 К сожалению, да, сегодня у нас случилась техническая неприятность, можно так сказать. У нас оборвало промвал коробки передач. И, в общем-то, все бы ничего, если бы там не разрушило поддоны, откуда все вытекло масло из мотора. Понятно, что уже мы выбыли из борьбы за призы и медали, к сожалению. Хотя, в общем, да, результаты у нас были неплохие до сегодняшнего дня. Но, в любом случае, это все-таки ралли-марафон. Тут самое главное доехать до финиша. Поэтому мы, естественно, сейчас будем делать все, чтобы завтра выйти на старт. Ребята вроде механики посмотрели, что можно сейчас там все это починить. Спасибо, кстати, Сереже Карякину, он нам одолжил как раз-таки запчасть. Вот, да, это как раз вот такое ралли-рейдовое братство, когда, казалось бы, вроде все соперники. Но, если что-то нужно помочь, все друг другу помогают. Как сказал мой муж Антон, он сказал, говорит, слушай, ну, значит, ну, смотри, выиграли бы, да, там, или, ну, неважно, на подиум приехали. Ну, как-то вроде уже неинтересно дальше, да, на этот шелковый путь ездить. А, видимо, все-таки нас продолжают, чтобы мы упорно участвовали в этой гонке. И все-таки пытались из года в год завоевать этого самого тигра. Но пока он к нам не очень благосклонен. КОНЕЦ Гонки есть гонки, и выигрывает в них далеко не всегда самый быстрый. В этой непредсказуемости и есть основная интрига и интерес для зрителя. Начав гонку в лидерах зачета, мы изо всех сил стремились удержать результат. Но у Фортуны были на нас свои планы. Мы выиграли 4 гоночных дня из 9. Один раз были вторые и два раза третий в классе. Но пятый этап все перечеркнул. Поэтому результаты по дням рассматриваем лишь как некий бальзам на душу, что мы могем. Но надо работать над ошибками и ехать без поломок. И привозить результат на финиш гонки. Мотивировать Настю это такое достаточно сложное дело. Она замотивирована на тысячу процентов. И сама кого хочешь замотивирует. Ну, мне иногда приходится, если говорить о каких-то бытовых проблемах, накормить с утра. Потому как они все нервные и с утра мы есть не будем. А если день 8-10 часов длится, то одними батончиками не выживешь. Поэтому я ругаюсь. Я говорю, ешь, Катя, Настя, ешьте больше. Не знаю, макароны, что хотите ешьте. Ну, то есть вот такие вот мелочи. А мы из-за этих мелочей иногда ругаемся. У них в машине 50-60 градусов температура. И они едут с пульсом за 100 все эти, весь спецучасток 4-5 часов. А, простите, жира у них нет. От слова совсем. Ампутации нечем. Поэтому у них часто болит голова. И вот мне приходится за этим следить. Последняя наша такая серьезная мотоциклетная гонка была «Шелковый путь», по-моему, 19-го года, который из Иркутска в Монголию был. Где Настя сломала позвоночник и ключицу. Я тогда себя на мысли поймал, что я вот в этой следилке перестал следить за результатом. То есть раньше я, вот сейчас, я смотрю этот результат. Ну, что ж такое-то? Почему она вторая? Почему третья? Что-то заблудилась, что ли? Что надо? Давай, газуй, газуй. И я вот, ну, как бы подбадриваю дистанционно. А вот я помню, что я ту Монголию смотрел, и мне было все равно. Мне было главное, чтобы она ехала. Что с ней все нормально. Если вдруг остановилась, скорость показывает ноль, то я не переживал за результат вообще. Я переживал только за ее состояние. И вот мы тогда подумали и решили, что, наверное, хватит. И тут в этот момент подвернулся вот человек Алексей Бердинский, который пригласил на один из своих канамов Настю потестировать машину. Она прокатилась, говорит, вау, мотоцикл на четырех колесах. Это первое. То есть ее вот эмоции, они прям были... Вторая эмоция, что это типа то, чего не может быть. Потому что это вот ты видишь перед собой препятствие, а она его просто проезжает, эта машина. Никакая другая машина этого делать не умеет. Даже ты один, в такое препятствие будет авария. Стоимость этого всего значительно меньше. И мало того, мы проехались там на двух машинах. На одной Алексей ехал, а на второй мы. И он такой, а Настя уже много ездила на таком машине. Первый раз. Он говорит, а ей надо гонять, потому что она хорошо едет. И вот мы сейчас едем, у нас там тренировка. Потому что тренировать ралли просто так невозможно. Нет такой возможности, кроме как в самой гонке. Тренируем команду, тренируем, там, настраиваем машину. Тренируем Настю, тренируем Катю. Ну и вообще-то команду тренируем. Потому что без команды... Я еще раз повторюсь, Настя с Катей едет 6 часов, а парни делают машину 8. Кто гонку выигрывает? Субтитры сделал DimaTorzok Анастасия, есть ощущение, что вы урожай собирали? Часто срезали? Действительно, нет. Мы как бы не срезали, но вот буквально километров за 15 до финиша, как будто бы загорождена была дорога туда, куда нам надо было ехать по роутбуку. Мы подумали, ну ладно, наверное, специально здесь ленточкой, чтобы вот как раз с ним не попутали. Мы нырнули во второй поворот, с другой стороны вот этой лесополосы. Едем и понимаем, что нет, все-таки мы должны были быть с той стороны. И Катя говорит, нет, давай все-таки как-то вернемся. А там, естественно, человеческий рост, там какая-то посадка. Спасибо парням, подвеска сегодня вроде рада. Парни, спасибо вам. Передаем привет нашим доблестным механикам и боссам. И сердце арчады. А за нами КамАЗ мчится. Я понимаю, что сейчас мы будем ехать и нам навстречу КамАЗ, но мы, слава богу, мы очень аккуратно в сторонку отъехали. КамАЗ промчался. Вот мы вернулись, срезали через эту лесопосадку и уже поехали по правильной дороге. 5, 4, 3, 2, 1, валим. 400 метров перекресток направо, не резать. Внутри дыра, узко. Черт. Так, готовься. Едем налево. И сразу право вдоль ангара. Вот она. А, вот она. Сегодня такой день веселенький. Утром я, конечно, выезжала, что-то у меня настроение какое-то было вяленькое, совсем грустное. Сережка приятно меня взбодрил, говорит, да ты что? Это же будут шикарные 200 там с чем-то километров, а еще 100 там с чем-то. Давай, гигей, гиги, что-то скотина. И мы после его взбодрились и сразу повеселело. Пятый шелка и путь, и пятый раз у нас что-то получается. Мы едем в тройке лидеров, боремся за призы и медали, а потом бац, и что-то происходит. Вот, да, там сколько, два-три дня назад я уже со счета сбилась. У нас отвалился промывал коробки передач. Ну, в любом случае, мы в гонке, нас не дисквалифицирует, ничего. Да, мы едем. Понятно, что уже там где-то с плохими результатами в общем зачете. Но в любом случае ралли-рейд, марафон, это в первую очередь финиш. То есть это проехать всю дистанцию от старта до финиша. Поэтому все равно есть задача доехать до Москвы, доехать до финишного подиума. Ну и, конечно, да, все равно каждый день. Любой спортсмен, он в душе всегда мечтает соревноваться. Неважно, там, он в зачете или не в зачете. Даже когда тебе говорят, ну, езжай уже там все равно как потихонечку. Все равно ты будешь соревноваться, все равно ты будешь смотреть на финиш и результаты. Потому что тебе это интересно, тебе это заводит. Собственно, в этом и есть часть гонки. Ты металл там приварил побольше, да? Причем я не понимаю, как же это, видимо, на каком-то прыжке мое. На прыжке. Прыжкой-то, ну, представьте. Да, у нас соус сегодня такой. Подшипниковую революцию строить? Пропал нас. Пропал нас. Понял я, в кого сынок-то теперь. На финише у нас были смешанные чувства. С одной стороны, мы выиграли финальный день гонки в классе и показали второе время в абсолюте среди всех экипажей. Но горечь от упущенного итогового результата не отпускала. Ну, и сегодня, на самом деле, просто был какой-то у меня день, прям, что-то я никуда не попадала в повороты мимо. Ну, скользко, понятно. И что-то мы там один раз, ну, не то, что заблудились, выехали мимо, потому что задним ходом сдавать. Один раз я проскочила мимо поворота. Ну, что-то все как-то не клеилось. И, естественно, настроение из-за этого было какое-то вообще не к черту. Ну, на самом деле, действительно, самое главное, что мы на финише. В общем-то, задача минимум выполнена. Работаем дальше. Какие мысли? Ну, надо готовиться дальше. Сейчас проанализируем все наши ошибки. Собственно, ну, их было, на самом деле, не так уж и много, по большому счету. У нас глобальная была, ну, даже не ошибка, я даже не знаю, как это назвать. Просто такое стечение тоже обстоятельств. Да, постараться на следующий год все-таки добить уже этот шелковый путь, потому что, ну, какая-то, не знаю, действительно история. Ой, спасибо, спасибо, малыш. Вот. Потому что можем ехать быстро, можем показывать хорошие результаты, но вот то одно, то другое. Отдельно хочется отметить выступление на гонке Романа Русинова, который первый раз в своей карьере участвовал в ралли-марафоне и показал себя настоящим профессионалом. Он не пытался со старта никого удивить космическими скоростями, ведь для него это была совершенно новая дисциплина. Он прислушался к совету бывалых и своему богатому опыту гонщика на выносливость и ехал стабильно, уверенно, без поломок, ошибок, ускоряясь с каждым днем все больше и больше. Результат не заставил себя ждать. Браво, Рома! Лучшее, что есть, это вода G-Drive после финиша. Так она с неба уже и падает, вся вода G-Drive. Самое главное, это не какой результат мы показываем во время отдельных спецучастков, а какой результат ты показываешь по факту на финише гонки. Поэтому не факт, что нужно выиграть все спецучастки. Я думаю, что тут очень длинная гонка, 5,5 тысяч километров, много дней, нужно береть технику и немножко перебрать, может привести, к сожалению, к сходу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Великий спортивный автомобильный день. Итак, любители и почитатели авто и мотоспорта, мы приветствуем вас здесь, в самом центре легендарного города, на Васильевском спуске нашей любимой столицы. Жми нога, это твоя гонка, жми нога, давай, давай, жми нога, чтобы побеждать с вами назад, это площадь гонка, площадь приключения. Руки, 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 выше! Молодцы! А сейчас на подиум выезжает особенный экипаж, номер 207, Анастасия Нифонтова и Екатерина Жандарова. Истравленный женский экипаж команды G-Drive Racing. Анастасия Нифонтова и Екатерина Жандарова на подиуме. Восьмое место в зачете Т-3. С самого начала гонки экипаж номер 207 сражался с третьим лидером. И до последнего этапа оставался главным фаворитом. Чемпионат России по ралли-рейдам, но два прокола, технические проблемы. Не позволили продемонстрировать команде весь потенциал, но все, кто следили за ходом гонки, видели, как Анастасия и Екатерина не сдавались. Продолжали атаковать. И каждый день, почти каждый день завершали в частных лидеров. Наши поздравления вам. И особенный спецприз. Women Racing Prize для вас. Вы заслужили. Вы правда наши любимец. Мы болели за вас. Анастасия Нипотова, Екатерина Жатанова, G-Drive Racing. Здесь, на подиуме. Девчонки, услышьте наши поздравления. Молодцы! Девчонки, услышите наши поздравления. Семикратный победитель Дакара Владимир Чагин. Это награда Дмитрия Калинина, победителя в зачете G-Moto Challenge. Не только в своей категории, но в абсолютном зачете всей гонки. Андрей Русской, Дмитрий Карпов. Категория Т-3. Это мото-вездеходы. Легкие спортивные автомобили, созданные специально для преодоления бездорожья и доработанные для участия в автомобильных состязаниях. Категория Гранд Тур. Это соревнования для участников без обширного спортивного опыта. И на подиум! Заняв первое место, выезжает экипаж 302. Сергей Мизович, Павел Гаранин, Андрей Кравельский. Врывается экипаж под номером 214. Роман Русинов и Дмитрий Охотников. Экипаж команды G-Drive Racing. Второе место в зачете в моду из-за годов класса Т-3. Роман Русинов прежде всего известен выступлениями в гонках на выносливость. Заменито в 24 числа Римана. Ралли «Шелковый путь» стало первым большим испытанием в ралли-рейдах. И как мы видим, Роман блестяще с ним справился. На протяжении всей гонки экипаж оставался один из лидеров. Под финиш мощно высинговал Карякина. Не хватило совсем чуть-чуть. Но, тем не менее, это блестящее выступление. Браво! Браво G-Drive! Браво Роман Русинов и Дмитрий Охотников. Второе место в категории Т-3 в моду из-за годы. И третье место в общем зачете. Это очень серьезный результат. Давай, Роман! Сюда! Пилот Ливана 24 часа не может уехать, не открыв лутонка Шамбасского. Поэтому он просто подъехал поближе к императору. Ребята, берегите камеры! Берегите камеры! И все! Всех прессов Шамбасского! Финальный подиум на Красной площади. Фанфары, улыбки, радость победителей и призеров. В этот раз было особенно тяжело пережить эту торжественную церемонию. Но это часть игры. Поэтому собираем волю в кулак, поздравляем сильнейших, улыбаемся и машем. И начинаем готовиться к следующему старту ралли-марафона «Шелковый путь» 2024 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова